День военно-воздушных сил – это праздник всех, кто причастен к сфере авиации. Сегодня здесь, на аэродром Чкаловский, этот день начинается с торжественного построения. Эта традиция берет свое начало в 1912 году. Именно тогда, 12 августа, была сформирована специальная воздухоплавательная часть Главного управления Генштаба. По случаю Дня ВВС на аэродроме Чкаловский служащим были вручены награды, некоторые получили повышение в звании. Этот знаменательный праздник – праздник мужественных, отважных, умелых, любящих свою профессию людей. Я надеюсь, что каждый из вас в душе – летчики, техники, специалисты наземных служб, связисты, все, кто причастен к авиации, с любовью и с нежностью относятся к своей профессии. Как гласит легенда, самым первым человеком, поднявшись в небо, был Икар, но его крылья сгорели от солнца. У вас железные крылья, а в сердце пламенный мотор. От всей души поздравляю вас с этим праздником, желаю крепкого здоровья и успеха в службе. Ознаменовался этот День ВВС еще одним событием. Состоялась презентация книги «2020. Роскова с нами» или «Пешка, которая вышла в Ферзи». Это сборник воспоминаний ветеранов женского полка, пикирующих бомбардировщиков и их друзей. Многих из них уже нет в живых, но на страницах этого сборника они продолжают рассказывать нам истории о своей юности, которая пришлась на военное время. Все, кто был с ней и кого уже нет, пишут портреты и их слова «Правда о войне». Интересное издание еще и тем, что в нем рассказывается и о технике, которую использовали в военное время, в частности знаменитых бомбардировщиков. Очень знаменательное издание, посмотрите. «Пешка, которая вышла в Ферзи, пикирующий бомбардировщик, созданный Владимиром Петляковым, сработал так, что в небе Берлина, создав, сконструировав машинку, свою пешечку, ласковое название «Петляков-2», к началу войны единицы, потом полки, а в небе Берлина темно, от самолетов «Петляков-2», поэтому такое название». Книга вышла в тираж, а это значит, что теперь те, кому захочется побольше узнать о подвигах наших летчиц, могут прочесть издание и понять, какой ценой достается мирное небо. Лилия Тимиева, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.